Память, смотрим за игрой, М5 ДТС, прошёл раунд на ножах, прыгнул на нём ХЛТВ, вот тут даже концовку и не увидели, да и не важно, в принципе, так, F4 обнулим всё это дело, и всё, М5 атакуют, ДТС защищаются, вот так вот, вот так вот, смотрим, лол, не прыгало ничего, я не знаю, ну как-то у меня вот начинались ножи, а потом бац, и уже все переходят, то есть как бы только два фрага прошло, странно. Ну окей. И, конечно, безумный вопрос продолжать, какой должен быть интерп в онлайне? Интерп у вас всё время 0-0-1, в онлайне, не в онлайне, об этом уже говорим, 10 лет всё равно тролли многие не понимают и пишут 0-1, ну, конечно, да, на ДМе приходится играть с 0-1, потому что там все бегают с 0-1, и поэтому там нет смысла менять, у вас все остальные будут лагать. Ну, в матче просто по инету, клан Вар, вы играете с 0-0-1, это уже истина, о которой говорили всем и давно. Всё, смотрим пистолетку, и так, ооо, что у нас делают, М5 через туннель, выход на Б, причём 5 идут по туннелю, ого, уже на выходе, уже на скале, на, это не знаю, как утёс, давайте называть эту позицию утёс, уже с утёса прыгают, Крафтик минус, Эдик минус, бомба стоит, выбивание, трое в доме, и здесь атака врывается в дом, ой, как хорошо поджал Фокс, минус 2, и уже на пленте есть хаос, его минусует спину, и Попс 1 в 3. Значит, простенько, но со вкусом назову я так, наверное, этот пистолетный раунд от Moscow 5, тупая аркада по туннелю, и идеально она прошла. Видите, не нужно придумывать велосипед, иногда в Counter-Strike можно играть просто, и вот к этому, ну, не будет готова ДТС. Не такая большая игровая практика у наших команд, у всех команд, да вообще у команд всего мира на Мираже и Форже, на таких картах можно побеждать любого, и любая средняя команда может также себя проявить. Выход в мидл, сейчас аркадят эко-раунд ДТС, ну, тут бессмысла, наверное, проходит ЭТЭК, и ребята ломанулись, наверное, стоило делать засаду. Возможно, на эмоциях уже после пистолетки такой вот неожиданной от Moscow 5, ну, возможно, просто решили не напрягаться. Но, тем не менее, 2-0, это ЕСВЦ, это чемпионат мира в Париже, и это третий тур для команд, но ДТС не играли, правда, второй с командой Израиля не будет в самом конце играть. Мы эту игру не увидим, мы будем смотреть М5 и СК в это время, но я думаю, там уже результат также понятен, ДТСы, в принципе, ну, могут и ДТСы, и М5 выиграть у двух команд, непонятно, как сыграют между собой, но игра с СК у каждой. Смотрите, что происходит, берут Фамаса и влились в мидл, тут же сбили плент, что происходит, 4 в 3 у Ангела с Досей контакт, сейчас будет, вот Ангел, кстати, с Фамасом на плент, Досей решил сам забежать, его наказали, Фокс, по-моему, в коврах с Юспом, да, он даже не в коврах, он ближе к Терлскому Респу сейчас пытается выйти за плентом, тут же Эдик за спиной у него, вот видите Эдика, и смотрите, пытаются забрать бомбу, но здесь, в принципе, здесь никуда не пойдешь, здесь просто тупая перестрелка, вот бомба, вот типы, все очень просто. Вот еще типчик, ого, ну смотрим, минус от Хаоса, он уже поменял Девайс, Фамас подобрал АКМ, падает Фокс, здесь он умирает, наверное. Да, 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 отвечают сейчас ДТС в третьем раунде, 2-1, и это Мираж, это веселое приключение на ЕСВЦ у наших славянских команд. Конечно, ну, серьезная группа, я когда увидел жеребьевку, я сразу подумал, что, ё-моё, что нас ожидает, какие матчи, какие зарубы. Это группа Б, кто не знает, здесь 5 команд, по 4 игры у каждой, и 3 из этих пятерых команд очень сильные, М5 из КДТС. 3D Max мы уже видели, Израиль, к сожалению, больше не развивается, вот они, было время, вот они там полгода назад хорошо врывались. Минус 2 от Ангела в коврах, быстрый выход, 3 мидл, 2 ковры, снова просто пытаются играть М5, вот, возможно, все-таки на этой карте и М5, и ДТС не так сильно готовились, хотя нужно было, нужно было очень много играть. Эдик 1 в 3 остается, давайте за ним посмотрим, делает минус 1, в дымах на него выходит Тарас, рисковал, и Попс был красный, но разобрались, 2 в 2. Ну и теперь уже у М5 будет Айка Раунд, сравняли еще ДТС, ну и продолжаем смотреть Мираж. Вообще кайф, еще Форж может быть, ну, я люблю такие чемпионаты, люблю такие игры, все очень круто. Кстати, мне вот со мной поздоровался Финн в скайпе, возможно, может я сейчас спрошу вас, может он присоединится или нет, мы смотрим Эко Раунд, сейчас ковры на Ангела, на Апленте, вообще выход, немножко развели ДТСов, показались на Б и вышли Аплент, но тут самое главное бомбу не дать поставить, ого, только как ворвались, Ангел не дал поставить бомбу, но Девайс слился в Респи, и, ну, есть инфа, что 2 террористов в Респи, и тут не пропустят, я думаю, никак они Хека, хотя он дает минус, нет, 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 спокойно, третий раунд подряд для ДТС, 3-2, Апп 3-2, ребят, и... ну, как бы сказать нечего, да, это Мираж, и тут, тут просто пока кто-то из команд не возьмет 16, победы не будет, будем смотреть. Ну, вот тут немножечко звук пропадает, ребят, это я в скайпе переписывался с Фином, но он еще не факт, что он сможет, говорит, могу быть занят, так, три ковры, два мидл, три ковры, два мидл, снова просто, слишком просто играют М5, но на этой карте можно так шикарно разводить, так шикарно через мидл ковры там ходить, Эдик, ну, тут, видите, у них тоже шикарно получается, Эдик вышел с мидла, минус два, почему-то Попс, а его отрезали дымом, он не был задействован в перестрелке, сейчас в ухо справа получит, хотя забирает под коврами игрока, и два в четыре, уже в респе там в спину Досина обходит, ой, точнее, Рома, Доси ковры, Фокс плэнти, а, крафтик с скучером сейвется, это 3-3, М5 сравнивают счет в этом матче, Мираж, знаете, вот, не просто дается и одной, и второй команде, вот, М5, видно сразу, что не так слишком жестко его шифровали, либо шифровали, но просто, ДТС, не знаю, складывается впечатление, что шифровали побольше, но играли мало, потому что простым раундом, вот, сплит 3 плюс 2, который, в принципе, там, двумя флешками отфлешивается, и хорошо принимается, ну, знаете, не были снова готовы, как и к проходу по коврам в пистолетном раунде, ну, этим можно пользоваться, карта ненаигранная, и, конечно, очень приятно, не знаю, мне очень приятно смотреть и Мираж, и Фордж, ну, не знаю, я кайфую от таких карт, от того, что у нас что-то новое появляется, новое старое, это не новое, конечно, я бы так сказал, тем не менее, круто, Ангел поджал, поджал сейчас Темку, посмотрите, он уже в Темке и ждет атаку, в это время крафтик сдал фраг на бэп-планте, но там продолжает Дося с Ромой выходить, спуск, забрали Ангела, тут по всей карте на перестрелка, а план тоже на бэ вышел и ставится на бэ, на самом-то деле, 3 в 4, Поп Спарыч спину сейчас будет обходить, сейчас вам покажу Попса, план бэ, вот он уже видит в тупичке Рому, но тут без шансов, вот сейчас хорошо сыграли М5, все-таки, наверное, делаю поспешные выводы, сейчас очень прикольный раунд показала московская пятерка, видимо, они, вот знаете, решили сразу все не показывать и потихонечку маленькими порциями удивляют, пытаются удивлять ДТС, сыграли просто, игрок перед мидлом был, по-моему, игрок на коврах, а вся остальная вот троица пошла через туннель на бэ, с утеса прыгнули, поставили плен, дали там один минус, ну и как бы, как бы, в принципе, все, это 4-3 в пользу команды Москова 5 за атаку, я бы отдал предпочтение атаке, но здесь можно очень хорошо защищаться, ну, нави бы сделали бы просто, они, ну, я уверен, в защите бы использовали в районе, ну, либо медла, либо дома, каждый раз бы здесь появлялась бы АВП, которая бы, ну, напрягала парней, и ковры поджимать тоже можно, но здесь, здесь АВП очень много делает, на самом-то деле, здесь можно много разных стратегий применять, но мы видим, что, в принципе, сейчас тактика ДТС на этот раунд вплотную отыграть на А, то есть они поджали Тёмку в упор, поджали ковры в упор, и посмотрите, кучер зашел, мидл, и там сейчас умрет кучер, сейчас есть два игрока, один за спиной, ух ты, один в лоб, и причем он забирает игрока в РСП, слышит ковры, вот с его позиции было слышно, да, что кто-то здесь есть, и он очень аккуратно играет, ковры пытаются продавить, сейчас на хаос будет выход, Рома и Хек, минус от хаоса, минус Хек, Рома остается, но Рома не вышел, Рома не вышел на хаос, хаос сейвится, кучер в спину Роме заходит, Рома уже под песками, под коврами, точнее, извините, чуть не нашел мидл, там поп с ЮСП, крафтик в мидле уже, и кучер в спину идет по коврам, вот она бомба, кстати, ну да, в принципе, Роме будет очень тяжело убить кучера, кучер выходит на сам, не ждет сейчас, Рома рискнул немного, да, мог, конечно, получить теоретический хэдшот, но, в принципе, все правильно сделал, 4-4, равная игра, классно, классно шпилит М5 ДТС, не знаю, мне все нравится, нравится, что карта Мираж, и, конечно же, победит тот, кто лучше подготовился, вот, честно, могу сказать только так, победит команда, которая, ну, наиболее сейчас потренировалась больше всего, подготовила все карты, грамотно разделила вот все свои силы на чемпионат, грамотно готовилась к турниру, готовилась к карте, смотрите, ковры, двое выходит, нет, даже не выходит, выходит, там один хек на разводе вышел, дал минус, ушел, Фокс уже в мидле, что происходит? Смотрите, Фокс уже в зиг, ой-ой-ой, в зиг зашел, и вот это, что, эта позиция называется, зиг, справа, сзади парыч, вот убивает его ангел, и бомба, она по коврам проходит со скалы, с утеса уже прыгают, ДТСы снова не контролируют точку, ну, что там за проходной двор, почему столько упора на А-плэнт, почему, почему как себе домой М5 ходят на Б, но снова повелись на простейший элементарный фейк ДТСы, ну, в принципе, они, ну, как бы читали, возможно, этот выход, но принимали А-плэнт, не рисковали, все, минус Атхека и Рома. Когда Б занимается вот так вот, как сейчас, то шансов нет, там, его выбить, там, ну, очень сложная точка, и должны постоянно, вот там должен, вот там должен быть на вахте один игрок по-любому, причем он должен играть там на крысу очень жестко, либо в коврах крысить, либо в мидле, либо вообще отмораживаться где-то за ящиками на точке, но он должен быть на крысу, и должен там давать минуса и, конечно же, инфу. Тут, в принципе, вот, ну, как бы мало информации, потому что, опять же, не контролится центр, мидл не контролится, а что там в коврах и в центре, ты не знаешь, так террористам в респаун не зайдешь. 5-4, в общем, смотрим, кайф. Кайф игра, буду продолжать об этом говорить. Эко-раунд у ДТС, и М5 могут сейчас оторваться по счету. Ну, я думаю, они, наверное, это и сделают сейчас. Я думаю, грех не воспользоваться такой возможностью и не взять эко-соперников. Уже один раз там волевуху брали. ДТС, третий раунд, ну, там с фамосами было, конечно, на эко еще никто не выигрывал. Ну, смотрим. Крафтик в точке, вот, на крысу сейчас на эко играет, прямо в пленте засел, минус аддоси, сплитом аплент зашли, темка, ковры, мидл, еще и в доме там игроки есть. Там сейчас хек воюет, кстати, минус 2 от этого парня. Респаун контров, окно разобрался, минус кучера 1, остается также в доме. А сейчас попытается вот игрока убить. Нет, тут уже не и спину, тут уже в лоб. Но Фокс четко играет. М5 выходит вперед на 2 раунда, 6-4. И еще 5 остается до конца первой половины. Ну, пока, пока действительно мне нравится все, что в этой игре. Ну, фанатам ДТС, конечно, нравится, наверное, меньше, потому что ДТСы начали немного вот забоить пока что в защите. Немного, видимо, Мираж их пока что озадачивает. Ну, смотрим. Эдик на морозе просто выходит мидл и получается АВП. Вот АВП. Тут очень много позиций. Тут в защите можно. И я бы сказал, что нужно играть в 2 АОП, Попс, Аркадий, Мидл. И вот снова, смотрите, что происходит. Снова в доме Фоксис, Попс может спину получить. И Крафтик один на пленте. На него с утеса выходят 4. И он начинает принимать. Там можно в упор становиться, там, по играм Фнатик, по играм последнего чемпионата, там, Нави. В Дримхак, по-моему, мы смотрели очень много, Мираж. Можно сказать, что там именно можно принимать прямо вот из дома. Минус 2 от Фокса в это время. Вот он продолжает там мидл зачищать и на стяжке ловить игроков в ДТС. Крафтик по-прежнему жив. И посмотрите, на этот раз все идеально. Попс помогает. Плант в планте. Лежит Фокс 1 в 3. И пятый раунд берут ДТС. Вот сейчас сыграл хорошо Крафтик. Он установил выход утеса. И он, ну, третий раз не прошел развод с утесом и развод с туннелем от команды М5. Ну, смотрим. Смотрим за игрой. Вообще, вот честно, видно по игре, вот, ну, все игроки, все 10 человек неуютно себя чувствуют все равно на этой карте. Вот простой сплит. Снова три ковры, два мидл. Дымы перед Тёмкой лежат. Точнее, да, Тёмка, давайте называть. Фокс выходит. Минус от Хаоса. Вот Кучер на позиции. Хорошая позиция для АВП. Хаос там хорошо разбирается. Вот сейчас Кучер увидел мидл. Забрали Хаоса. Там еще должен быть Ангел. Вообще под коврами сидит. Вот сейчас тайминг поймал. В плен зашли. Сейчас продавят. Кучерка. Надо убегать. Смотрите, как Рома тут запустили в Респау. Но вот этот ДТС уже фейлит. Очень серьезно. Там такая пауза была. Вот вся команда стянулась, а их проломили. Крафтик с Респа. Попс в мидле. Два в три. Смотрим. Бомба стоит до сих в песках. Крафтика забирают в Респе. Эдик под коврами. Минус Рома. Вот тут два игрока в линию сейчас будут принимать папса. Нет, он ждет агрессии. Он ждет агрессии от М5. То есть в коврах хорошо играет. 7-5 счет в этом матче. Снова нужный и важный раунд берут М5 по ходу матча. И смотрим на экономику команды ДТС. По-моему, здесь сейчас нет денег никаких. Ну, походу, похоже на то. Это еще один эко для ДТС. Отлично атакует М5. Ну, в принципе, ДТС могут точно так же атаковать. И карта позволяет. Врыв мидл. Просто залетают мидл. Сейчас на эко. Здесь двое принимают. Эдик и Доси. По коврам также двое. Крафтик. Нычку. Ну, вот тут Эдик неудачно вышел и сразу в лоб с дегла. Покарал просто нашего вегетарианца. Я имею в виду Тараса Крафтика. И пока уже на три раунда выходит вперед М5. Два раунда до конца первой половины. Мне кажется, что ДТСам нужно что-то менять. Кучера. Но я бы в дом поставил Кучера больше. И использовал бы одного Крафтика в закрытом пленте. И троих здесь. Вот. В точке А. Тут, ну, куча приколов. Куча всяких прикольных раундов. Дымом снова закрывают Темку. Смотрите, еще развод. Делают как будто тот же раунд. Три плюс два. На самом-то деле с одним апгрейдом. Плант идет по туннелю. И снова дается дать первый минус. Эдик сразу же уходит назад. А тут будут, наверное, три игрока давить до конца. Хотя видим, что и Фокс уходит назад. То есть пошел на размен. Вот сейчас ненужный минус. Минус от Папса. Ну и вот теперь, смотрите, Крафтик уже стянулся. И снова. Ну, это лол уже. Просто это Спарта. Это Спарта. Снова Утес. Снова боковой проход на АБ. Ну, туннель я его называю. И уже Бомб Хэс Бин Плэнтед. Идите сюда называется. Ну вот. Вот все. Уже начинают пристройку мочить. Да, замочили там Тараса. Там гулять нельзя вот так вот одному. Потому что там всегда накаляют. Фокс в пары чем. Эдик пристройки. Рома уже на ящике в упор смотрит туннели. Как бы тут уже ДТС сейвится. Да, вот тут уже пошел перелом по игре. Знаете, я уверен, что на любой другой бы карте ДТС бы, ну не знаю, мне пока еще так кажется. Ну, хотя еще посмотрим. Чемпионат покажет. Что ДТС бы были посильнее. Но вот уже, уже мы видим, что все-таки, по-моему, М5 играли больше эту карту. Имеют больше, возможно, опыта. Ну, четко начеркали. Ну, возможно, ДТС просто не везет. Трудно делать выводы. Тут нужно еще пообщаться с игроками обеих команд. Чтобы они там рассказали свои точки зрения. Что как было, что как шло. И тогда бы, конечно, полная картина нарисовалась. Но, я думаю, есть репортеры с различных порталов сейчас в Париже. И, я думаю, по-любому, должны быть какие-то интервью и какая-то дополнительная информация по ходу этой встречи. Фокс забирает кучера. Снова ферст фраг. Это в мидле. В этот раз, кстати, кучер в мидл вышел. Уже забирают хаоса. И ангел поставил хитшот. Смотрим за Ромой в коврах. Минус ангел. Крафтик с паусом вдвоем. И это 10-5. Это 10-5 прыгнуло. Хелд ТВ. Бомб has been planted. Единственное, что мы увидели. Смена сторон. Пока немного статистики. Кто у нас тут самый папа. Эдик. 14 на 8. Пока что он больше всех сдаёт. Но тут нет какого-то доминирования. От 14 до 6 фрагов. 14 максимум. 6 минимум. У кучера. Это как бы равная борьба. Но счёт. Двойное преимущество. 10-5 у Москвы. 5. 6 раундов до победы. И про это, конечно же, нужно говорить. И это самое важное, наверное, в этом матче. ДТСам нужно брать пистолетный раунд. Чтобы, наверное, точно так же успешно атаковать. В общем, сейчас посмотрим. Должно быть круто. Сплит 3 плюс 2. ДТС также играют довольно просто. Сейчас тут накушаются хаешек. Ой, 2 гранаты в план. Ушло. Никого не покоцало. Особо подсадку. Ангел. Ангел бажит. Кучер. Рома и Эдик остаётся вдвоём. Но тут, конечно, уже проблематично. Просит подсадку кто-то Ангела. Это Кучер. Ушёл на подсадку. Смотрит Зиг. Ну, в мидле был игрок. Забрали здесь, по-моему, Рома. Или в Зиге, наверное, всё-таки тоже был. И легко ДТС соберут пистолетку. 10-6 с поставленной бомбой. Но бомба здесь уже не важна. Потому что все минусы прошли. Ну, и, наверное, 2 Экот играют М5. Может быть, рискнут и сыграют Бай, но я в это, если честно, не верю. Там зови Вилата. Вилат сутки стримил, ребят. Он там есть ВЦ вечером и всю ночь близко. Минус от Крафтика. Минус Рома. Минус от Хека. Влив Миддл. В своей территории сейчас защита. Пытается принимать этот Эко. Но уже забрали Тараса. Ну, наверное, кроме этого, в принципе, всё спокойно. Да, здесь всей кучей сейчас находится ДТС. Абсолютно спокойненько. Выходит, занимают Миддл. За белый ящик. Сейчас проверит его. Да, всё чекается. Девайсы уносят. Смотрит спину. Боятся Эдика. Но я думаю, просто сейчас кучей сыграют. Не стоит разделяться. Просто пройдут и... Ну, ждут, ждут сейчас своего врага. Девайсы уносят. Девайсы уносят. Ничего не поделаешь. Так, главное, чтобы у него микрофон не слетел. Больше всего этого боюсь. Так, главное, чтобы у него микрофон не слетел. Больше всего этого боюсь. Так. Минус хек в это время. Ну, да, ещё один эко проходит у М5. Ребят, как микрофон сейчас приём-приём. Потому что он у меня немножечко шалить стал. Ну, это что, последних добивает или нет? Да, добивает последних. Мне очень интересно, куда сейчас поставят Moscow 5 АВП. Ну, честно, я почему-то думаю, что сейчас появится АВП. Даю 75% того, что кто-то будет его покупать. Скорее всего, Фокс. И даю 50% того, что он будет с первого раунда. Ну, знаете, 50 на 50. Мне кажется, либо в доме, либо на А-плейнете, вот на спуске, на ступеньках, будет просматривать там ковры и миддл. Ну, опять же, сейчас увидим. Может быть, не будет так рисковать им 5. Может быть, им не так нужно АВП в защите. Есть у Фокса АВП. И он на спуске, на ступеньках. Смотрит миддл и ковры. Окей. Ну, это ожидаемая, в принципе, штучка. Поэтому ДТС могут это ожидать. Смотрите, идут по туннелю. Крафтик, хаос. Сейчас, может, по дому кто-то будет спускаться. Вот тут даже 2 АВП, посмотрите. А, Эдик на БС АВП ушел с Утеса. И два игрока. Посмотрите, здесь два игрока на точке. Минус от Доси, минус от Эдика. Вот М5, видите, они готовы принимать этот выход. Эдик здесь хорошо подрезает с УВП. И вот в тот момент, если игрок находится, когда идет Аркада вот здесь в доме, здесь он может нормально отстояться. Когда он прибегает уже на Хелпу, когда террористы вплотную с Калашей стоят. Тогда жестко. 3 в 4. Будет выбивание от М5. Но дом они заняли, окопали здесь. И чуть-чуть приятнее у них позиции, чем были до этого М5. Но смотрите, как играет агрессивно. Хаос, минус 2. Доси забирает Попса. 2 в 2. Ситуация минус от Рома. Хаос 1. Хаос 1 на 1. Мало. 13. Фокс. 13. Нет патронов. И Фокс берет раунд. Доезжешь для М5. 11. 8. Игра продолжается. Бомбы ставилась. Поэтому, я думаю, будут девайцы сейчас у ДТС. Но тут по деньгам... Непонятно еще на самом-то деле. Потому что выбивалось ВП одно. Выбивались там 4 девайса. И, в принципе, этот раунд пойдет еще на пользу ДТС. Ну, 3-1 на второй половине. Смотрим. Смотрим за продолжением. Украина, Россия. Всегда такие матчи нам интересны, когда играют. Особенно такие ребята, как ДТС и М5. У них вообще есть, что друг другу предложить. Что вспомнить. Но сейчас просто на морозе. Смотрите, сплитом. Ну, видите, немного другие раунды ДТС. Они сплитуют сейчас через мидл. Двое, парыч, трое. По туннелю проходят. Через утес прыгают. Ну, как бы, опять же, два направления. 3 плюс 2. 3 плюс 2. 3 плюс 2. Ангел делает минус. И просто сейчас разрывают ДТС своих соперников. М5 такой наглости в этот момент не ожидали. Сейчас уже Фокс сейвит УВП. Роман будет сейвить Кольт. И охота... Охота за девайсами пошла. ДТСы начинают бегать по карте. Хаос уже, посмотрите, почти в терровском РУСП. И тут будет контакт с Ромой сейчас. Вот в этой секунду. Сейчас, оп, тут Рома прямо на прицеле должен был быть. А где же Рома? Ну, он недалеко, на самом-то деле. Он чуть подальше решил отойти. За поворот. Но и здесь принимает хаос. Крафтик уже с другой стороны жмёт. Там же Кучер жмёт. Да, жмут. Сейчас будет рываться, по-моему, всё-таки сюда игрок. И минус 2. Минус 2 от М5. Сейвится два девайса. Ещё два девайса подрезаются. Неприятно для ДТС. Тем не менее, раунд они берут. И счёт. 11-9. Два раунда между командами. Есть сейчас бай у М5. За счёт сейвов они будут рисковать. У Хека Диггл. У Доси Диггл. Ого. Кольт Рома, АВП Фокс. И Эдик вообще с Успом. Ну, чё-то... Ну, я думаю, должен быть у него девайс какой-нибудь. 4 Аплент. Эдик идёт сейчас в зигзаге. И вот натопали. Натопали тут по туннелю. Да-да-да-да-да-да. Да, смотрите, Эдик уже смотрит. Флэш. Отвернулся. Залепил хэдшот. И сразу получил точку пробита. Хотя... Ой, нет. Смотрите, там что сдаёт М5? Они уже с дому перетянулись. Но это прыгнуло ХЛТВ. Потому что они только что были все на... Здесь нужно аккуратнее играть ещё с Крафтику. Просто спину получил. Какой лол. Не стоило ему разворачиваться спиной к туннелю. И посмотрите, вытягивают раунд М5. Хотя есть ещё Ангел. Этот может сейчас навязать борьбу. 1 Ф3 забрал Фокса, Рома и Доси. Оооо! Как интересно-то здесь. Посмотрите, в туннеле страшно было. Минус Адоси. 12-9. Важнейший раунд для М5. Важнейший раунд для М5 с коревыми девайсами. Вот я в определённый момент вообще не понял, как эти фраги прошли. И что это было. Ну, я аж испугался только что за Ангела. Вы видели, как в коврах там страшно было. Ты такой выходишь, такой вроде бы на нычке, техничный. А там пацаны уже стоят, тебя в два ствола принимают. Ну, прикольная игра. Ну, вот сейчас ответственный момент. Сейчас М5 могут переломать команду ДТС. Посмотрите, 4 Аплант. Уже 5 Аплант играют. Ну, 4-4. Эдик всё-таки не вышел. И так пошла возня. В центре там могут Доси сейчас забрать. Он уже... А, Доси слепой. Не стреляет. Смотрите, не стреляет. Он ждёт. Он ждёт всё это время. Видит одного. Видит второго. И слева третий. Да ладно! Вот это демки-мувики! Вообще на слоумоушене Дасян под флешки там взошёл. Как-то там встретились за спину двоим игрокам. В углу медла стал. И просто жесть вообще. Просто жесть. Вот это уже серьёзно. Вот это уже 13-9. Мы видим эко-раунд у ДТС. И, по-моему, это будет победа. По-моему, это победа М5. Но она уже очень близка. Конечно, ДТСы со следующего раунда будут играть какие-то верняковые моменты. Стопроцентные раунды. И попытаются, конечно же, взять пару оружия подряд. Заставить сыграть эко. И попотащить там, может быть, игру. Может быть, на ничью. Увидим. Увидим. А может быть, сейчас всё и закончится. Важнейшие три очка на кону. Потому что команда, которая проиграет... Ну... Сейчас ближе к этому ДТС. Должна будет в следующем матче выиграть у СК. Если захочет выйти из группы. Следующий матч у ДТС СК. Через один матч М5 СК. Вы понимаете вообще, что стоит на кону. И насколько серьёзно эта заруба. Вообще, просто жесть. ДТС и М5. Продолжают нас радовать игрой на Мираже. Ну, опять же, радуют сейчас всех М5. ДТС огорчают своих фанатов. Хек. Минус Фокс. Минус важнейший девайсный раунд. Вот видите, АВП в мидле. И всё. Бомба лежит. По-моему, сейчас можно отдать раунд. Ну, хаос слева от Фокса. Сейчас он вышел из поддома. Забрал Хека. Его уже забрал Эдик. И остался один Попс. Не готовый ДТС к карте Демираж. Можем сделать вывод по этой игре. Может быть, просто что-то не получилось у парней. Но не знаю. Пока что мы видим, что М5 всё-таки чисто за счёт вот такой вот бешеной стрельбы легко выигрывает эту встречу. Ну, я... Какой бешеной стрельбы? М5 могут там... Вот игроки М5, они способны стрелять там в разные позиции. За спину, вперёд, назад. Эта команда может атаковать в 3 АВП и многое-многое другое здесь. Они, мне кажется, вот они как-то более динамичные и... Ну, лучше отыграли они Мираж. Были ярче. Но, правда, это ещё не концовка. Правда, это ещё не концовка. Капитан Ангел ведёт всех четвёрых игроков по туннелю. Попс сейчас к ним присоединится. Он был в мидле. Видимо, давал флешку. И здесь уже, смотрите, Хек, Фокс и Эдик уже принимают. Уже и Доси здесь. Уже и Рома в Респе. Посмотри, сейчас Папсапа могут забрать. Заберут его 17. Есть минусы от Ромы. Но ДТС не выходит. Они жмутся в туннеле. Их давят со всех сторон. Идеально читают игру М5. Просто молодцы. Они много передвигаются. И... В принципе, это победа. Это победа. 16. Ну, хотя ещё подождём. Хаос 1 в 5 дал 2 минуса. Три соперника. Ну... Страшно Хаосу, конечно. Его руках судьба команды. Можно попытаться дотащить на ничью. А можно сейчас проиграть 16 в 9. У М5 будет 3 победы в трёх матчах. И останется последняя игра с СК. Это почти выход из группы. Почему говорю почти? Потому что может случиться такое, что ДТСы возьмут и выиграют УСК. А М5 проиграют УСК. И тогда всё будет решаться в спорах. Там... Личных раундах между собой. Всё. Победа. М5. Поздравляем команду. Московская пятёрочка отлично себя показала. Мы посмотрим статистику. 23 Фокс. 22 ДОСЯ. Братья работают на ура. Были лучшими на этой карте. 18 у Эдика. 18 у Хаоса. Ну, в общем-то, мы видим, да. Показатели. Конечно, Фокс отлично. И ДОСЯ сыграли просто великолепно. Капитан Эдик. Капитан Москва 5. Отыграл также очень успешно. По девайсам немножечко посмотрим. 10 СКМа у Эдика. 9 фрагов СВП для Фокса. 4 фрага СВП для Кучера. Почему я удивлялся? Потому что не использовали ДТС и Кучера так, как нужно было. И не так много он пострелял в защите СВП в атаке. Оно, в принципе, не настолько важно. Я бы даже так сказал. Ну, и, в принципе, чего-то впечатляющего, наверное, по статистике мы не увидим. Итак, 16.9 победа Москва 5. Следующая игра СК ДТС. Совсем скоро на нашем стриме. Я даже вам сейчас скажу, когда она пойдет. Давайте остановим запись.